Вдыхаюсь. Я должна слышать. И выдыхаю. В первую очередь восстановить необходимо дыхательную функцию организма и вернуть эластичность пораженным легочным тканям. Респираторную, иными словами, дыхательную гимнастику специалисты многопрофильного центра, где сейчас реабилитируют детей после COVID-19, проводят ежедневно. Раз, два, три, четыре. Еще один способ привести организм в тонус – ЛФК, комплекс лечебной физкультуры. С детьми занимаются от 15 минут до получаса. Один-два раза в день. Этот метод позволяет улучшить не только физическое, но и эмоциональное состояние переболевшего коронавирусом ребенка. Длительность вообще постковидной реабилитации, она колеблется от трех до шести месяцев, потому что нарушений очень много. Мы видим то, что, допустим, ребенок стал вялый, он стал более слабый, то есть снижение общего мышечного тонуса. Но еще очень много проблем психологического характера. То есть апатия, депрессия, нежелание что-либо делать. Это не то, что ребенок ленится, это как раз последствия заболевания. В многопрофильном детском центре стараются сделать все, чтобы ребенок восстановился как можно скорее. В санаторное отделение дети поступают исключительно в сопровождении родителей. Им разрешают брать из дома любимые игрушки. Это, говорят врачи, существенно снижает стресс из-за смены обстановки. Но и релаксирующие процедуры никто не отменял. Не только оздоравливает, но и успокаивает. Ванна с морской солью, массаж, солевая комната. Впрочем, у каждого пациента здесь индивидуальный режим. У Насти Семичастного, например, процедуры закончились. Девочка прошла полный курс восстановления после коронавируса. Тяжело. Перебаливали с температурой. Затяжки дыхания были. Остановки, да. Тяжело. Лучше стало, конечно, намного. Как и другие семьи, в санаторное отделение центра Семичастного попали по направлению лечащего врача-терапевта. Это новая губернаторская программа. Детей из Подмосковья, которым необходимо квалифицированная помощь после коронавируса, направляют сюда. Все бесплатно. Мы организовали специальные условия, которые отвечают требованиям Роспотребнадзора и нашего министерства. Детей со взрослыми одной семьи мы селим секционно. Значит, в одной секции, не более одной семьи. Мы теперь не гонимся, естественно, за количеством. Мы пытаемся организовать такое лечение, чтобы это было и комфортно, и безопасно. Пока это единственный центр в Московской области, где детям, перенесшим COVID-19, помогают восстановить силы и вернуться к прежнему ритму жизни. Сейчас реабилитацию здесь проходят 22 ребенка. Как только смена закончится, все они поедут домой. А уже через пару дней приедут новые пациенты. Нина Бережная, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.